Найдите наибольшее значение функции y равняется 10 умножить на натуральный логарифм от x плюс 5 минус 10x и минус 21 на отрезке от минус 4,5 до 0, включая концы. Для начала перепишем. y равняется 10 умножить на натуральный логарифм от x плюс 5 минус 10x минус 21. Для того, чтобы найти максимальное значение, мы должны найти производную. Тогда у нас получается y равняется 10 на натуральный логарифм от x плюс 5 минус 10x минус 21 штрих. u плюс v штрих равняется u штрих плюс v штрих. Эту формулу нужно знать. В нашем случае получается 10 умножить на натуральный логарифм от x плюс 5 штрих плюс минус 10x штрих плюс минус 21 штрих. Производная от константы умноженная на функцию f от x будет равняться константы умноженная на производная от функции x. Эту формулу нужно знать. Тогда в нашем случае получается 10 умножить на производная от натурального логарифма x плюс 5 минус 10 умножить на x штрих. А производная от числа это 0 плюс 0. Производная от натурального логарифма равна производная от внутренней функции u на u. Эту формулу нужно знать. Тогда в нашем случае получается 10 умножить на x плюс 5 штрих знаменатель x плюс 5 минус 10 умножить на производная от x. Производная от x это единица. Преобразовываем далее. Получается 10 умножить на x штрих плюс 5 штрих знаменатель x плюс 5 минус 10. Далее 10 умножить на скобку. Производная от x это единица, а производная от 5 это 0. Знаменатель x плюс 5 минус 10. Вынесем общий множитель 10. Получается 10 умножить на скобку. Единица деленная на x плюс 5. Е минус 1. Приведем к общему знаменателю. Получается 10 умножить на скобку. 1 минус x минус 5. Знаменатель x плюс 5. Приведем подобные члены. Получается 10 умножить на скобку. Минус x минус 4. Знаменатель x плюс 5. Вынесем знак минус из скобки в числителе. Получается минус 10 умножить на скобку. x плюс 4. Знаменатель x плюс 5. Нарисуем числовую прямую и отметим нули нашей функции. Точка минус 5 выколота, так как это знаменатель. Расставим знаки. Там где производная отрицательная, реальная функция убывает. А там где положительная, возрастает. Максимум это в минус 4. Нас интересует интервал от минус 4 с половиной до нуля. Обозначим его. Из рисунка видно, что максимальное значение y будет приниматься в точке минус 4. Найдем y от минус 4. Для этого подставим минус 4 в самое начальное уравнение. Получается 10 умножить на натуральный логарифм от x минус 4 плюс 10 умножить на 4 и минус 21. Получается 10 умножить на натуральный логарифм единицы плюс 40 и минус 21. Тогда y от 4 равняется 10. Натуральный логарифм от единицы это 0. Плюс 19. Получается 19. Запишем ответ. y максимум равен 19. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. Играйте эффективно. Играйте вам. Продолжение следует...